Долгожданный подарок для детворы. В новом квартале города открыли современную детскую площадку. Идет по графику. Север-жилкомсервис завозит топливо в поселение без задержек. Запасы на зиму. Сельхозпредприятиям региона предстоит заготовить 9 тысяч тонн кормов. С главными событиями этого дня в студии Валентина Чибичек. Место для встречи полезного досуга. В Наринмаре презентовали новую детскую площадку на улице авиаторов. Ее появление с нетерпением ждали более сотни детей, проживающих в новом квартале. Осуществить мечту ребят и их родителей помогли недропользователи. В рамках соглашения о сотрудничестве с администрацией Ненецкого округа нефтяная компания «Лукоил» помогла приобрести и установить детский спортивный городок. У «Красной ленты» главные виновники торжества. Детская площадка открывается именно для них – детей, проживающих в квартале по улице авиаторов. Новый район заселился уже давно, а вот инфраструктура только создается. Детская площадка – еще один шаг на пути к комфортной жизни в Наринмаре. Когда бываю во дворах, конечно же, хочется, чтобы у детей была возможность проводить время на улице в благоустроенных местах. Конечно же, хочется, чтобы был спорт в школах. Именно поэтому мы поддерживаем эти проекты, в том числе и проект губернаторской библиотеки, чтобы была возможность читать книги. Новый городок сделали максимально безопасным и интересным для детей. Спортивная площадка для игры в баскетбол, игровая зона с качелями, песочница, горки. Специальное покрытие из резиновой крошки детям не навредит, даже если они упадут. Спортивная площадка – особая радость для Надежды Соколовой. Житель многоквартирного дома любит устраивать во дворе детские игры и праздники. Она одна из тех, кто родил за появление игровой зоны в новом квартале. Глава региона лично поблагодарил Надежду Соколову за неравнодушие и содействие в появлении детской площадки. Я стала проводить здесь постоянные мероприятия. Наверное, это сыграло свою роль. Меня постоянно спрашивают, за что и почему. Я только думаю о том, что, наверное, решили поддержать мою инициативу. И за это огромное спасибо всем, кто помог сделать такое чудесное приобретение нам. Рады приобретению не только детей, но и родителей. Теперь нет необходимости идти с малышом в другие кварталы, ведь есть своя современная детская площадка. На самом деле, очень здорово, что сделали такую площадку. Здесь, конечно, раньше не так было. Сейчас есть где и поиграть с ребенком, и площадка. Мне нравится. Дочки так вообще не вытащишь, домой не загонишь. Новый объект – еще один результат социально-экономического взаимодействия недропользователей и Ненецкого округа. Проект выполнен в рамках сотрудничества администрации региона с нефтяной компанией «Лукойл». Валентина Чибичек, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Составить реестр детских площадок и держать вопрос на контроле – такую задачу поставил глава региона перед активистами Общероссийского народного фронта на еженедельном расширенном совещании. Глава регионального исполкома ОНФ в Ненецком округе Екатерина Бурдикова доложила итоги осмотров детских площадок и мер, которые будут приниматься для устранения изъянов. По словам общественника, есть взаимодействие с организациями и управляющими компаниями, которые отвечают за содержание объектов. У Общероссийского народного фронта есть очень хороший проект «Убитые дороги», где прям четкий реестр, карта городов, четкий реестр и где какие дороги. Составьте подобный реестр по детским площадкам, по крайней мере в районе города, на Венмаре и поселке Искателей, чтобы было понятно, чья это детская площадка, кто занесет ответственность, фотография сегодняшнего состояния и какие изменения проходят. Потому что иначе от всех этих совещаний, как правило, ждать-то немного. Также на совещании руководитель Департамента образования, культуры и спорта доложил о подготовке к новому учебному году. На сегодня принято 5 из 65 объектов. К 23 августа планируется принять все образовательные учреждения. Северный завоз выполнен почти на 70%. Согласно графику завоза энергоресурсов муниципального предприятия «Север-Жилкомсервис», компания по опережающему завозу топлива в поселения региона выполнена на две трети. Больше всего в села округа на сегодняшний день доставлено масел и смазок. Процент выполнения по данному виду топлива составляет 78%. Планы по завозу бензина выполнены лишь наполовину. Объем доставки каменного угля за неделю вырос на 10% и составляет на сегодня 72%. Также основной оператор северного завоза доставил более 60% запланированного объема дров. Полностью завершена доставка угля и дров по малым рекам. Также на 100% выполнен завоз масел и смазок речным путем. Сегодня суда с очередной партией угля, дров и бочкотары бензина ожидают в ОМИ. Еще одно судно с углем и дровами готовится к разгрузке в Нижней Пеши. В целом, кампания, как пояснили на предприятии, идет согласно графику. Продолжается подготовка к северному завозу в поселке Амдерма. Торги на поставку энергоресурсов в этот отдаленный поселок на побережье Баренцева моря объявлены 25 июля. Рассмотрение документов от потенциальных подрядчиков начнется спустя 15 дней после объявления о начале конкурса. Напомню, причина задержки торгов – смена руководства на предприятии и, как следствие, необходимость оформления новой цифровой подписи для организации закупки через электронный портал. Курмозаготовительная компания в Ненецком округе выполнена на треть. По информации профильного окружного департамента, животноводческие хозяйства и фермеры на сегодняшний день заготовили около 30% грубых кормов от общей потребности на предстоящий стойловый период. В Сенокосе задействовано 10 бригад животноводческих хозяйств, в составе которых работают 66 человек. О том, как проходит Сенокос в Ненецкой агропромышленной компании на расширенном совещании при губернаторе, рассказал руководитель предприятия Анатолий Чудочин. Кармозаготовительную компанию начали в этом году позже, на 17 дней 21 числа. На сегодняшний день заготовлено сено 51%, сеножа 23%. На Сенокосе работает 4 звена 36 человек. Звенни во всех подразделениях. В основном в этом году все местные. У нас было в прошлом году принято с коми 8 человек, в этом году 2. По данным хозяйств, на сегодняшний день по региону заготовлено более 1500 тонн сена и 830 тонн сеножа. Всего животноводам округа предстоит заготовить порядка 9000 тонн грубых кормов. Для пополнения данных объемов кормозаготовки механизаторам предстоит выкосить более 4500 гектар сельхозугодий. На сегодня третья часть площади окружных лугов уже обработана аграриями. Также заготовкой корма в этни занимаются 6 крестьянско-фермерских хозяйств. Работы на лугах они начали раньше других. Всего в крестьянско-фермерских хозяйствах Ненинского округа планируют заготовить на зиму 300 тонн сена. Очередная кража на воде. Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют не оставлять свои вещи в лодках без присмотра. Подарки прибыли. Канцелярские наборы для первоклассников вскоре отправятся в школы города и сельских поселений. Современное образование, новые возможности, новая ответственность. Так звучит главная тема самого масштабного окружного совещания учителей Ненинского округа в 2017 году. Августовская конференция пройдет в преддверии нового учебного года с 28 по 29 августа в Наринмаре и соберет на единой площадке все педагогическое сообщество региона. Об этом сегодня на расширенном совещании при губернаторе сообщила заместитель главы региона Надежда Дедяева. Торжественное открытие конференции и пленарное заседание состоятся 28 августа. В этот же день руководство округа вручит отраслевые награды лучшим педагогам, а ветераны педагогического труда произнесут слова напутствия молодым коллегам, только начинающим трудовую карьеру. 29 августа состоятся педагогические чтения. Подробная программа конференции в настоящее время прорабатывается и будет опубликована на сайте профильного окружного департамента. В это же время формируются и списки участников совещания. Ежегодно в нем принимает участие порядка 600-650 учителей округа. Уже известно, что одна из тематических площадок будет посвящена развитию электронного образования в регионе. В частности, на ней будет обсуждаться переход на электронные дневники, возможность записаться в первый класс через интернет, внедрение возможностей дополнительного дистанционного обучения в регионе. Полезные подарки для самых маленьких школьников готовы. 750 канцелярских наборов для первоклассников, уже доставленных на Рейнмар из Перми. В этом году на покупку и доставку подарков из окружной казны выделено более 800 тысяч рублей. Организатором закупки стал комплексный центр социального обслуживания населения округа. Традиционный подарочный набор 1 сентября состоит из 27 предметов. Кроме традиционных канцелярских принадлежностей, пластилина, красок, цветной бумаги, ученики получат в подарок флэш-накопители, книгу по безопасности дорожного движения, правилами поведения в критических ситуациях и прочими важными для детей сведениями. После проверки комплектации каждого набора их направят во все школы региона. Напомним, Ненецкий округ – это единственный регион, где за счет бюджетных средств приобретаются школьные наборы для абсолютно всех первоклассников, независимо от уровня дохода их родителей. Как правило, в субъектах комплектами со школьными принадлежностями обеспечиваются только дети из малообеспеченных семей. В этом году, по предварительным данным профильного департамента, 1 сентября порог окружных школ перешагнут 730 первоклассников. Подарки формируются с учетом возможного увеличения их количества. Накануне в Наринмаре произошла очередная кража имущества. Владелец одной из лодок по привычке оставил в маломерном судне канистру с топливом. При этом сама лодка находилась без присмотра и какой-либо охраны. Топливный бак присмотрел злоумышленник, который и похитил канистру вместе с содержимым. Вчера у нас снова было хищение. К сожалению, хозяин оставил имущество. В частности, бак с бензином в лодке. Именно в том месте, где мы с вами встречались на предыдущем репортаже. И, увы, данное имущество похищено. Понятно, что мы определенные усилия прилагаем для того, чтобы разобраться. В эфире нашего телеканала мы уже рассказывали о первых случаях хищения лодок, лодочных моторов и комплектующих к ним. Несмотря на многочисленные призывы сотрудников окружной полиции, жители региона продолжают оставлять свое имущество без присмотра, тем самым привлекая внимание злоумышленников. От маленькой аптеки до окружной сети. Ненецкая фармация отмечает юбилей. Окружной аптечной сети исполнилось 85. Завершается прием заявок на конкурс для социально ориентированных некоммерческих организаций Ненецкого округа на право получения грантов из окружного бюджета в текущем году. Документы от общественников принимаются в Департаменте по взаимодействию с органами местного самоуправления и внешним связям по 2 августа включительно. В приоритетном порядке окружную поддержку смогут получить проекты, нацеленные на работу с инвалидами, защиту семьи и детства, профилактику социального сиротства, а также на развитие институтов гражданского общества. Традиционно при оценке заявок конкурсная комиссия будет учитывать критерии значимости и актуальности каждого проекта, его экономическую и социальную эффективность, профессиональную компетенцию участника. Общая сумма выделенных на данный конкурс средств составляет 1 миллион 167 тысяч рублей. Каждый проект, прошедший конкурсный отбор, может быть профинансирован на сумму до 250 тысяч рублей. Объявлены конкурс среди социально ориентированных некоммерческих организаций Ненецкого округа на право получения грантов второй в текущем году. Месяцем ранее по итогам первого конкурса окружную поддержку получили 22 проекта. Тематика проектов победителей связана с годом добра в Ненецком округе и годом экологии в России. Кроме того, проекты были ориентированы на оказание общественно полезных услуг в окружной столице и в сельских поселениях региона. В целом, в этом году на поддержку некоммерческого сектора в региональной казне предусмотрено порядка 6,5 миллионов рублей. Сегодня 85 лет исполняется организацией, без которой трудно представить комфортную жизнь на севере. Некогда небольшое учреждение – центральная окружная аптека номер 22 – выросла в крупную сеть аптек и аптечных пунктов города и округа под названием «Ненецкая фармация». Коллектив по праву гордится своей богатой историей и первооткрывателями. С фармацевтами пообщалась наша съемочная группа. На этой фотографии молодая и красивая Татьяна Соколова отпускает дефицитные лекарства. Когда-то в далеком 67-м году юной 19-летней девушкой она приступила к своей трудовой деятельности. «Начинали мы со старой аптеки, когда была деревянная у нас аптека, начинался рабочий день, приходили на работу, у нас за каждым почти была закреплена печка, чтобы был истопник, но надо было ее дотопить, закрыть, чтобы было тепло. Старая аптека, а точнее аптечный пункт, сначала находился на лесозаводе, потом в здании окружной больницы. И только в 1939 году было построено одноэтажное здание. Именно там Татьяне Калистратовне посчастливилось познакомиться с той, что заложила первый кирпичик в это нелегкое дело, организатором первой аптеки в округе Любовью Грек. Это ее портрет на памятной табличке можно увидеть при входе в центральную аптеку. Когда я пришла на работу, ну как, ее приглашали, был то ли юбилей, то ли наш, я даже вспомнить не могу точно. В общем, у меня молодая еще была только-только, с училища, меня попросили подарить ей подарок там, ну и так, взаимно, как бы от поколения к поколению передалось. Свою миссию тогдашнее молодое поколение выполняло на отлично, о чем свидетельствуют заслуженные награды самых высоких уровней. Например, в 1982 году окружная аптека получила бронзовую медаль ВДНХ за хорошее обеспечение населения медикаментами. С тех пор планку окружные фармацевты не опускают. Потому что, во-первых, сохранены традиции, у нас остались еще ветераны, которые передают свой опыт молодым. Молодежь у нас остается и такой задор нам передает свой, потому что молодежь приходит с горящими глазами, она хочет работать, что всех нас очень так подстегивает, стимулирует. Ну и, наверное, потому что мы все просто очень хорошие. Сейчас таких профессионалов в Нениской фармации трудится более 60 человек. Государственное унитарное предприятие имеет в своем составе три аптеки, 18 аптечных пунктов на территории города и Нениского округа. В одной из них на лесозаводе более 40 лет работает Людмила Цепковатая. В 1973 году, окончив Архангельское училище, юный фармацевт пришла на любимую работу. Там печечки были, печки топили, и прохладненько было, голод, зимой особенно. А много ходило народу? Ну, народ ходил, лесозавод был, работал же тогда в трясмене, так что народу здесь много было. И ходили люди, да, рабочие ходили. Вот и сейчас, как смеясь говорит Людмила Александровна, сюда не зарастает народная тропа. Ведь люди ходят не только за лекарствами, но и за добрым советом. Ну, народ любит, придет, поговорит, им нравится. Они уже привыкли ко мне, считают, как родным человеком. Любите бы сейчас свою работу? Ну, конечно, если отработала 40 с лишним лет, так, наверное, люблю. Не работала бы, наверное, если бы не любила. Любовь Пермякова, Владислав Носкин, телеканал «Север». Такова информационная картина этого дня. Мы следим за развитием событий. Увидеть новости можно также на нашем сайте trksever.ru. Далее смотрите прогноз погоды. Продолжение следует...